всем привет сегодня поговорим об эквадоре и есть о чем поговорить потому что эквадор очень интересно и по-своему уникальная страна и некоторые интересные факты которые наверняка вам будет очень интересно узнать но мы знаем что эквадор это страна которая находится на экваторе мы также знаем что эквадор это страна самый большой поставщик бананов в мире она поставляет примерно до трети всех бананов на земном шаре эквадор также интересен тем что эта страна отказалась от собственной валюты в пользу доллара сша тем самым достигается устойчивость в экономике без потрясений каких-либо и действительно таких стран не так уж и много на земном шаре другой очень интересный факт это то что большинство стран мира могут попасть в эквадор совершенно без визы для этого нужен только действующий паспорт но тем не менее есть страны которые нуждаются в визе это достаточно такие непопулярны страны или не очень безопасны другой забавный факт это президент эквадора его зовут ленин морена ленин вот так вот выглядит красавчик но сегодня не хотел бы говорить о известных фактах которые легко можно найти в интернете так как я занимаюсь иммиграцией мне больше интересует эквадор глазами потенциального иммигранта что это за страна на бытовом уровне что она означает не только для туриста но для человека который возможно думает связать с эквадором свою будущую жизнь воспитывать там детей строить там дом обживаться и так далее меня очень интересовали детали которые не всегда можно обратить внимание изучая страну издали или просто по интернету даже на ютюбе очень много роликов но так или иначе это все чей-то взгляд со стороны мой взгляд будет также субъективен я очень придираюсь к странам это наверное уже знаете но тем не менее постараюсь вместе с вами пройтись по улицам попробовать еду и увидеть какие-то плюсы и минусы и другие интересные факты которые мы могли бы с вами подчеркнуть относительно этой удивительной и несомненно очень интересной страны эквадору сразу хочется сказать что-то хорошее и можно сказать что эквадор это одна из самых красивых стран на земле там есть очень много климатических зон от высокогорье до амазонки влажные тропические леса также там есть океан есть острова галапагостские острова одно из самых красивых мест на земле без сомнения горы анды протянулись почти по всей протяженности латинской америки это очень величественные горы та самая большая гряда горная на всей земле также эквадор относительно безопасен других стран латинской америки и в отношении преступности и в отношении каких-то насекомых или хищников поэтому с точки зрения туризма это очень привлекательная страна люди очень добрые достаточно гостеприимные простые то же время не дают себя в обиду в аквадоре очень много разных национальностей очень много племен нельзя выделить какую-то группу доминирующую потому что есть и маленькие большие черные конечно много испаноговорящих но в основном мы видим что это индейцы которые подверглись ватенизации и сегодня конечно большинство говорит на испанском языке но тем не менее мы знаем что сохранены очень многие местные диалекты языки на речи итак поехали я прилетел в город гуакиль и начал знакомство с эквадором с аэропорта что интересно в аэропорту платили это приятно тележки совершенно бесплатно стоят подходишь бери ничего не плати мы знаем там сша и во многих странах 5 долларов и 3 доллара но приходится за тележки платить бесплатно здорово в аэропорту есть аренда машин я забронировал машину заранее и нашел по чудесной цене 15 долларов в сутки мне показалось это очень низкая цена бронировал я в офисе но хотя компании были примерно с инаковыми условиями но когда я пришел выяснил что нужна страховка если я беру машину без страховки то я должен оставить депозит 5100 долларов и даже если беру со страховкой я должен оставить депозит 1200 долларов ну дальше сама страховка оказалось стоит 45 долларов в сутки того машина мне стоит не 15 долларов а 60 сутки я подумал подумал понял что думать нечего и взял автобус поехал в пленку за 10 долларов так что имейте ввиду сразу стоит отметить что в эквадоре очень старый парк автомобилей эквадор вел очень много ограничений на ввоз машин по сути невозможно вести машину в эквадор поэтому люди ездят на старых машинах и они очень дорого стоят при этом какая-нибудь коламага которая в сша стоит 1000 долларов она может эквадоре стоить все семь восемь тысяч долларов это поразительно эквадор побуждает производителей делать машины прямо в эквадоре есть уже chevrolet есть китайцы поэтому аренда машин во первых будет означать что это будет дорого во вторых это будет означать что это будет машина очень низкого класса и за очень высокие деньги но есть неплохая альтернатива это такси такси в аквадоре очень все просто очень многие такси оборудованы движения и обычно стоимость такси составляет 2 3 4 доллара в зависимости от дальности поездки не очень дорого таксистов есть при посадке это 50 центов уже идет дальше в принципе можно по счету ориентироваться посмотреть сколько ты накатал обычно недорого такси вообще очень удобный вид транспорта здесь многие пользуются автобусами такси то есть два способа автобус это обычно где-то 25 центов в одну сторону такси как я уже сказал расстоять что поражает так это при стоимости 2 доллара среднем за поездку иногда 3 доллара сама машина такси очень дорогая чтобы купить от нужно где-то 35 тысяч долларов если такую же машину берешь но не такси на стоить это 20 25 тысяч долларов это поразительно как они это делают меня в математике не складывается никаким образом но тем не менее мы видим это выгодно и машина очень долго ходят поразительно но обычная машина могут ходить это до миллиона километров самый ходовой транспорт между городами это конечно же автобусы автобусы достаточно хорошего качества кондиционер есть комфортные и примеру чтобы не добраться из гуакиля до гуэнки мне пошлось это всего в 10 долларов на хорошем комфортабельном автобусе мы ехали без остановок поэтому в принципе это очень неплохая цена и можно весь эквадор исколесить на автобусе без особых затрат и с хорошим комфортом уже потом я не пожалел что не взял машину потому что я посмотрел какое движение в эквадоре и понял что это чем-то напоминает таиланд водители очень рискуют иногда ездят быстро но главная проблема в том что это постоянные серпантины если нужно пересекать анды то без этого никуда как правило одна полоса и фуры и большие автобусы все остальные очень часто выезжают навстречу причем как я увидел это зачастую бывают слепые повороты ты не видишь что происходит впереди поэтому очень и очень рискованное движение сам профессиональный водитель но понимаю что это небезопасно конечно если ты первый раз в эквадоре и ты хочешь взять машину я бы посоветовал тебе не торопиться с этим потому что движение действительно небезопасно и вот эти обгоны по встречке к этому надо привыкнуть я ехал ночью первый раз и видел как мой автобус несколько раз выезжал на встречку ему в лоб ехала фура он еле успевал уходить я пост попытался уснуть просто чтобы этого не видеть это было неприятно это было достаточно опасно едем из венки в гелакиль вращаемся и хочу вам показать очень интересно мы на автобокзале и есть турникеты вот они чтобы выйти на перрон что интересно чтобы выйти на перрон нам нужно заплатить 10 центов и получается сидят вот такие вот правые ребята много 4 выхода и каждый из них это получает зарплату то чтобы выйти 10 центов а вот это вот турникет это турникет для проверки вещей это поразительно вот мы прошли и вот такие вот меры такие вот меры безопасности но мы идем на автобус опаздываем на автобусе бенка цена проезда 25 центов скажу что стиль вождения здесь конечно спортивный причем у всех что у таксистов что у водителей автобусов что у обычных водителей автомобилей дороги достаточно хорошие не убитые ровно за этим следят но пассажиров конечно трясет пешеходов не уважают иногда дверь открывается прямо в вождении надо успеть выйти полисучий когда человек не успевает выйти из автобуса дверь закопывается зажимает ногу волочит по асфальту он вырывается отряхивается идет дальше это не обращает внимания одна из особенностей в воду любопытен американской страны поэтому это для европейского отношения автобуса достаточно экстремальный водят очень лихо надо быть аккуратным во время готовится выходу когда открывается дверь стараться выпрыгивать сразу даже гадаясь пока остановится потому что он может не останавливая закрыть дверь и поехать дальше в порядке вещей но в принципе я думаю что это типичная ситуация для латинской америки на что хочется обратить внимание что с экологией в аквадоре не очень очень коптят автобусы и машины и это беда а куэнка вскоре перейдет на общественный транспорт в виде трамваев потому что автобусы очень сильно коптят воздух и очень чувствуется эта гадь очень но европа уже давно перешла на разного рода трамвайчики это спасение на самом деле и здесь нуждаются как мы знаем что эквадор очень плохо принимает вообще машины и другое оборудование за границей пытается развивать свое за счет этого машины очень старый иногда а вот такой устаревший автопарк он приводит к тому что очень много старых машин и за счет этого экология мягко сказать плохо а если честно камера не передает но ты можно увидеть невооруженным взглядом прямо подымается потока машин небольшое облако дыма задохнуться можно просто черный дым причем он так сидит потом внизу все легкие убивают спросите зачем нужен полицейский регулировщик когда и светофор хороший вопрос что машины будут ехать даже на красный очень часто мы даже с таксистом ехали красный не проблема главное чтоб не было полиции данном случае полицейский вам просто следить за тем чтобы люди соблюдали правила дорожного движения и останавливать на красный пропускали пешеходов это поразительно пешеходов не уважают то есть пока едет машина она не будет останавливаться если пешеходов кто на слабо берет друг друга в аквадоре есть уникальная возможность в дикой природе на свободе погладить игуан но не только этих животных но вот в парке гуакиля есть такое место где они спокойно подпускают к себе людей их можно и погладить их можно покормить не могут даже на тебя залезть и как мы видим они пасутся вместе с голубями и их недаром в шутку называют эквадорские голуби гуакиля В общем они ядовитые, они иногда кусают свою жертву и ждут пока та откинет кони. Иногда это проходит недели, но он находит за своей жертву и ждет этого. У нас во Флориде тоже очень много игуан и разноцветных, но все они очень пугливые, так чтобы подойти близко, тем более погладить это невозможно, но Эквадор дает такую возможность и это здорово. Обратите внимание, сова библиотека, абсолютная калька, как и в русском языке. И таких сов в испанском достаточно много. К примеру, сова литература. Литература также пишется по-испански, как и по-русски, таких сов достаточно много. Наверное, все-таки мы у них что-то взяли, чем они у нас. Но это интересно. В Эквадоре все время гудят машины, по любому поводу. Загорелся зеленый свет, надо посигналить, чтобы ехали. Кто-то тормозит, надо посигналить, типа что тормозишь. Видел знакомого, обязательно посигналил. Идешь на обгон, посигналил. О, и так вот постоянно. Поэтому очень часто вот, кажется, что-то происходит, мы привыкли к сигналу, это когда предупреждение, чего-то, но здесь просто люди любят посигналить. Идет пешеход, надо им посигналить. Постоянно. В Эквадоре очень много магазинов с дисками. Хотя уже во всем мире их не смотрят. И вот здесь очень популярно. Диски в пакетиках, видишь, не в коробках. В общем, это снимать можно бесконечно, но я думаю, суть вы уже его уловили. Все очень классно. На каждом шагу в Эквадоре есть такие ребята, которые чистят обувь. И даже есть те, которые ходят по улицам и предлагают почистить обувь. Стоят копейки, и я не понимаю, зачем это нужно. И как на этом можно вообще заработать. И вообще, зачем чистить обувь, если честно? Потому что это все... Тут ходишь, не пачкается. Правильно, ребята? Да. Вы часто чистили обувь? Нет. И не страдаете. Правильно? Хотя Эквадор относительно небольшая страна, здесь тоже очень разителен контраст. Конечно, здесь есть хорошие здания, ухоженные, красивые улицы, красивые машины. Но все это как-то контрастирует с общей убогостью. Пусть не обижаются на меня эквадорцы или те, кто любят эту страну. Но видно, что чего-то не хватает. Конечно, есть люди, которые тянутся к чему-то европейскому в хорошем смысле. Но в целом, вот стоит стена не штукатуренная, она так и будет стоять хоть сто лет. Ни у кого нету потребности в том, чтобы взять ее как-то покрасить или заделать. Не, не важно. Вот будут провода висеть? Пусть висят. И вот это все контрастирует с такими неплохими красивыми зданиями. И это все, конечно, меня немножко расстраивает. Наверное, потому что я внутри европеец. Вот мы видим церковь, люди молятся. Прямо напротив нее рынок. Но самое интересное, что этот рынок не только рядом с церковью, он и внутри церкви. Если мы там чуть-чуть зайдем, это увидим. Да, такие интересные люди попадаются. Очень низкого роста. Контрастирует это вот с такими прекрасными видами, где в Куэнке можно увидеть горную реку. И таких рек там четыре. Где будет идеально постриженный газончик. Идеально чистая вода. Где растут эвкалипты. И это очень создает приятное впечатление. Ну прямо рядом на соседней улице вот есть дома. И люди там живут. Это живые дома. Их как-то не особо волнует. Другой дом. Куэнки. Хорошие, начищенные собачки. Очень приветливые. Ну, мне очень нравится. То есть, в принципе, вот этот вопрос извечный. Что определяет? Бытие определяет сознание? Или сознание определяет бытие? В данном случае видно, что хороший хозяин. Чистые собаки, чистый бакьярд. На соседней улице местных асфальтовкладчики ремонтируют дорогу. Хотя дороги в Эквадоре очень хорошие. Но очень много дорог до сих пор не заасфальтировано. Особенно в новых районах. И люди как-то сами решают вопрос вот таким старым дедовским способом. Поразительно. Другой домик. Тоже в центре Куэнки. Сделан из роз. Очень ухоженно. Чистенько. Без мусора. Приличное, хорошее место. Недалеко от того места, где я жил. Есть такая летняя площадка. Там проходят концерты. Вот. Днем можно зайти. Все тоже очень прилично. Очень много камней. Очень много цветов. Тоже все ухоженно. Напротив парк, река. Все тоже самое. Не знаю. Но лично мне не хватило эстетики. Не хватило чувства прекрасного. Хочется чтоб все было, как и природа, замечательно. Что же у нас с эстетикой? Ну вот обращаешь внимание, что стены как были недоделаны, так они недоделанными останутся. Это стиль такой. Вокруг заборы, вокруг проволоки всякие намотаны. Люди боятся за свою безопасность. Хотя говорят, что уже нет таких грабежей, как было там в восьмидесятых. Но все дома должны быть в заборах. Пики. Битое стекло. Это очень контрастирует как раз вот с такими видами. Да, речка прекрасно. Деревья прекрасные. Травка пострижена. Все супер. Но почему бы не сделать и дома такими же? Почему не сделать весь город таким же? Ну понятно, что страна третьего мира. Понятно, что вся Латинская Америка не сахар. И на это делаешь скидку. Потому что тот, кто был в Европе, кто даже жил в Европе, и он пытается мерить какими-то эталонами Австрии, Швейцарии, Германии. Но по большому счету, конечно, надо дать скидку. Что ребята в своей ситуации постарались сделать, что могли. И сделали достаточно неплохо. Но лично меня вот убивало, когда я иду по улице и вижу собачий помет. Да, собак много и домашних, и диких. Но люди нет потребности взять и убрать за собой. Убрать за своим животным. Да, есть претенд на то, что у тебя итальянская архитектура. Но вот идешь, и все стены в граффити. Причем это граффити везде, по всему городу, на исторических зданиях. И людям это нормально. Они не понимают, что они уродуют свой город. Не считают, что это красиво или так должно быть. Мне это непонятно. Я не могу представить себе, что вот я живу в доме, который разукрашен таким образом. Я бы каждый день его отмывал или чистил. Ну, лед, посмотрите, связка проводов. Висит как попало. Никому не парит. Центр города. Обращаю внимание на крыши. Люди накидали шифер, накидали банок, какие-то стены. Они там живут. Живут уже 10, 15, 30 лет. Неважно. У них нет побуждения взять и что-то исправить. Вот издалека два красивых домика. И много красивых домов. Хорошие дома. Дерево постриженное. Газончик. Заборчики. Но присмотришься. Вот эти заборы, заборы, заборы. Люди все время пытаются себя отгородить. Везде решетки. Везде проволоки. Везде электрические провода натянутые. Ну, типа пюрзы, чтобы люди не пролезли. Током шибанет. Например, вот видим пики. Все замуровано, все заварено. Ощущение неприятное. То ли потому, что я уже привык вот к Америке. Что здесь только в таких бедных районах. Ну, или типа что-то Бруклина. Или там Гарлема. Или какие-то испанские районы Майами. Но, в принципе, в Америке от этого уже отвыкаешь. Да, возможно, человек там приедет где-то из глубинки Украины. И ему это покажется нормой. Но, не знаю. Мне это не очень нравится. Средство защиты в Эквадоре. Обычное дело. Питое стекло. И обязательно провод под напряжением. Говорят, что всегда провода под напряжением. Не всегда это убивает. Как говорится, безопасность прежде всего. Опять же, приличный домик. Красиво сделанный. Ну, высокий забор. Электрические провода по периметру. И вот ощущение непристыпной крепости. Вроде все современно. Все неплохо. Но вот это ощущение тюрьмы, оно не покидает. Неприятное ощущение. Еще о чем хотелось рассказать. Я обычно не делал экскурсии по туалетам. Но Эквадор это что-то особенное. Не смог обойти это. Поэтому, я думаю, будет в тему. Еще один прикол Эквадора. Туалет женский. Женский. Ну, умывальничек. Все симпатично. Туалет мужской. И тадам. Писсуар мужской. Абсолютно без дверей. Все супер. Хватно, да? Та же песня. Дамский туалет. Мужской туалет. Прикольно, да? И такая тема по всему Эквадору. Очень потешно было посмотреть на это. Ларьки в Эквадоре на каждом шагу. И иногда там бывают самые разнообразные вещи. Начиная от констоваров, кончая фруктами, овощами, туалетной бумагой. Ну, все, что нужно для дома. Это очень, очень смешно. Как старые советские времена еще. Ну, или начало 90-х. Итак, мы видим здесь и констовары, средства по уходу. Видим тут же мясо, сосиски, всякие чулочки. Капусточка. В общем, овощи разные. Там всякие соки, воды. Картошечка. Также мы видим супы разные, быстрого приготовления. Идут фрукты. Здесь у нас конфеты, печеньки и шоколадки. Ну, в общем, все, что нужно для жизни в одном варючке. Ну, конечно, есть и приличные магазинчики, небольшие шаговые доступности, где все чистенько, все приятно, хорошее качество и достаточно вкусно. Можно купить и бакалею, можно купить и все, что связано с тортами, с колбасами. Ну, и такие всякие, как мы видим, булочки, краусаны и так далее. Но больше всего мне понравились следующие пекарни. Это французская. Там, конечно, меня просто сразило. Уровень был полностью европейский. Прошу внимания. Заходим в булочную. Наши люди, как говорится, в булочную на такси не ездят. О, это несколько этажей. По второму типу в пахшке где-то можно, например, подпекать пор, где ей купить булочку, а, да, поездить. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у. В общем, тут очень мило. цены все в центр в общем 15-20-30 центов круссанчики свежие запах стоит смартфон Продолжение следует... Продолжение следует... Такие типа дайнеры, где можно получить первое, второе, третье, еще и десерт. Все это за 2-3 доллара, полноценный комплексный обед. Это прекрасно. Вот эта столовка находится на первом этаже частного дома. Всего в двух шагах от того места, где я жил. И стоит всего 2 доллара. Очень вкусно. Сегодня суп с брокколи. Это на первое. Очень неплохое место. Заходим в очередную столовую в центре города. Хотим перекусить немножко. Это на первое, да? Это первое. Это всем так заказали, да? Да. Это как курс, да? За 3 доллара. За 3 доллара? То есть первое и вот это второе. В общем, такой вот за 3 доллара ресторан. Классно. Ты спекла, что ли? Очередной ресторанчик. Мы в самом центре Куэнки. Очень мило. Очень много людей. Тихое и спокойное место. В целом, место очень хорошее. Только потолки низкие. Приходится мне нагреваться, по крайней мере. Интересно, что очень много сочетания дерева и бетона в строительстве Эквадора. Так можно обратить внимание, что они очень часто делают деревянные балки. И заливают их бетоном вместо арматуры. И вот видно, бетонная плита, все хорошо, но сбоку торчит бревно и много бревен. Это очень оригинально, но это работает. Да, дерево не гниет. Очень красивое, хорошее место. Мы в самом центре Куэнки. Рядом с храмом Святой Анной. У нас здесь у них все. Центральный парк и все остальное. Так прекрасно кормят в Эквадоре. Можно за 2-3, максимум 4 доллара. Покушать в неплохом ресторанчике. И это, в принципе, полноценный обед. Первое, второе, третье, еще и десерт всегда дается. Прекрасно. Зашли в ресторанчик покушать в Баносе. 2,5 доллара с носа. Как обычно, идет первое, второе. И будет еще компот и, может быть, десерт. Конечно, Эквадор, страна контрастов, страна на любителя. Съездить туда, безусловно, стоит. Насчет иммиграции, есть о чем подумать. Можно съездить на разведку. Главное, что люди хорошие, природа красивая. И всегда хочется сюда вернуться еще раз. Хотя бы провести отпуск с семьей.